Привет, харьковчане! Привет, Украина! Привет всем зрителям канала Marus Life! Сегодня есть очень классные новости, но перед тем, как начнем с этих новостей, хочу поздравить всех харьковчан с сегодняшним праздником, Днем Харькова. Очень крутой город на земле, горжусь, что из Харькова, поэтому всех ребят с Харькова поздравляю. Также сегодня назначается очень важный день в Украине, это свято прапора Украины. Также приветствую всех украинцев этим святом, а также приветствую наступающим Днем Независимости всех украинцев. Ребята, ну что, есть новости очень классные. Наверное, не зря это все случилось как раз под эти праздники. Самая главная новость, которая сейчас уже будоражит весь интернет, это Европейский Союз будет признавать украинские вакцины. Да, ребят, это не шутка, на самом деле всерьез. Вот как раз с сегодняшнего дня, с понедельника 23 августа, все это запускается в силу. Чехия тоже подтвердила, что будет все это поддерживать без всяких проблем. Все три страны, которые они сейчас включили в этот список, это Украина, Турция и Северная Македония. Поэтому, что, ребят, это значит? Все люди, которые будут вакцинированы в Украине определенными вакцинами, опять же, не всем подряд вакцинами, а определенными, которые состоят в списке Европейского Союза, а это, как правило, Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. То есть, с этими вакцинами, у кого есть сертификаты, пройдено там две давки, либо одна, в зависимости от вакцины, можно смело будет въезжать в Чехию, в Европейский Союз, показывать эти сертификаты и все будет у вас good. То есть, не нужно будет проходить самоизоляции, не нужно будет проходить дополнительные тесты, траты и все прочее. То есть, важно здесь момент такой, что нужно иметь с собой сертификат и желательно, конечно, его нужно иметь в переведенном виде. Это английский вариант, как правило. Поэтому обязательно используйте нотариальные переводы. На практике это означает очень хорошие вещи, то есть, реальная экономия для тех людей, кто собирается ехать работать в Чехию, либо, допустим, другие какие-то страны Европейского Союза. То есть, не нужно проходить самоизоляцию, просто нужно приехать, показать сертификат и выходить на работу. То есть, если брать конкретно Чехию, то здесь вы выигрываете минимум 5 дней самоизоляции, плюс не тратите деньги на тесты, это минимум 1700 крон, с вас ничего не высчитывается. Поэтому, ребята, это на самом деле крутая новость. Как же в действительности на практике это будет тоже выглядеть? Кто будет ехать? Реально, ребятки, пишите под этим видео свои комментарии, делитесь мнением, что было, что не было, спрашивали, не спрашивали. Это очень важно. Ну, а для тех, ребят, кто не хочет вакцинироваться, остается правило те же, как и были раньше. Въезд в Чехию есть, но только по рабочим визам. То есть, без виз, опять же, закрыт. Так что, не думайте, что это видео акцент на без виз и можно ехать уже вперед по паспорту, просто по биометрическому. Нет. Это только касается рабочих виз. Цель туризма в определенных странах возможен. Но, опять же, изучайте это все на сайтах по въезду в определенную страну. Ну и вторая новость, ребят, которую я хотел с вами тоже поделиться. С сегодняшнего дня мы запускаем для всех желающих, кто хочет поехать в Чехию, поработать на три месяца. Шенгенская рабочая чешская виза. На заводы Альфмайер, Роденшток, Фуджикоя, Лир, Панасоник и Дайкин для вас будет стоить всего-навсего 0,0 гривен. То есть, реально, ребят, запускаем вариант бесплатного пакета документов. Да, вы не ослышались. Бесплатно. Мы поговорили с агентурой и решили сделать такой вариант, попробовать бесплатный пакет документов, потому что ситуация тоже тяжелая. Не все могут даже найти элементарно те же 3 тысячи гривен за пакет документов. Поэтому делаем этот пакет бесплатно. Поэтому смело обращаемся, не стесняемся. Пишем по вот этому вот телефону. Вайбер, Телеграм. Ну, предпочтительный, конечно, Телеграм. Также более подробную информацию по этим вакансиям, по условиям вы можете найти в нашей группе в Телеграме. Кто не в курсе, мы запустили группу в Телеграме о работе в Чехии. Там есть визы на 3 месяца, там есть рабочие карты на 2 года. Поэтому вся информация в этой группе. Переходим под видео в описании. Ссылочка там готовая. Заходим, подписываемся и узнаем все условия. Поэтому, ребят, это очень приятные новости, которыми хотел с вами поделиться именно вот в такой день. Надеюсь, эти новости заслуживают вашего лайка. Ну, а кто еще забыл подписаться на наш канал, рекомендуем сделать это, чтобы не пропускать главные события жизни и работы в Чехии. Не забывайте также делиться этими видео с вашими друзьями, писать ваше мнение в комментариях. Ну и, конечно, поддерживать это все вашими лайками. Вот, ребята, собственно, вся информация, которую я хотел с вами поделиться. У меня на этом все. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.